В связи с популярностью в Америке сети ресторанов Freddy Fazbear's Pizza был спроектирован и построен советский развлекательный ресторан для детей с поющими аниматрониками. Всем привет, с вами Крис, и сегодня мы поговорим о еще не вышедшей, но интересной игре «Сказочный лес». Немного пофантазируем о том, что может быть в полной версии, а также я расскажу о официальной информации от самого разработчика Naiva. Ну а на фоне вы можете наблюдать спидпейнт одного из персонажей этой игры. Пойдем по порядку и начнем, пожалуй, с той информации, которая имеется. Итак, заведение, которое было вдохновлено сетью ресторанов Freddy Fazbear's Pizza, было возведено в 1981-м, но, увы, скоропостижно закрылось в 1992-м по причине нехватки финансирования и распада страны. А о попытке возрождения франшизы начали говорить только в 2000-х. В это же время и будут происходить основные действия игры. Что ж, звучит многообещающе. Главным в заведении было выступление аниматронных персонажей Лиса Патрикеева, Медведя Миши, Кошки Сони и Лесника. Набор аниматроников очень различный и интересный. Геймплей обещает быть разнообразным. Но что же касается главного героя, за кого мы играть должны, собственно? Главный герой, Юрий Николаевич, уже работал в этом месте ранее. Его позвали, чтобы он провел техническое обслуживание аниматроников. Но ему приходится отбиваться от них. Попутно он узнает о тайнах, которые скрывает данное заведение. Итак, на данный момент мы имеем крупицу лора и название места, где будет происходить игра. Но я еще не рассказала о геймплее. Со слов разработчика, то это будет нечто необычное. Он не захотел раскрывать всех фишек, но кое-что мне удалось узнать. Типичным сидением в офисе это не будет. Подобие передвижения по ресторану. Интересные механики. Одна из них. При появлении аниматроника он попросит вас нарисовать рисунок за определенное время. Вы должны успеть, если не успеете, то вы умрете. Меня всегда привлекал интересный геймплей в ФНАФ-пародиях. И кажется, это один из таких случаев. Мы имеем интересный сеттинг. Пока не все, но очень интересные фишки в геймплее. И в итоге мы получаем интересную бомбу. Я надеюсь, что эта ФНАФ-пародия получит большую известность, а также она получится ничуть не хуже, чем оригинальная игра. И сейчас время пофантазировать. Так, у меня есть много предположений по поводу того, что будет происходить в игре. Юрий Николаевич уже работал в этом заведении ранее. У меня есть предположение, что он... ...ничего не делал. Ах, вы ожидали, что я повешу на него все грехи. Неа. Судя по тому, что он впервые слышит о тайнах компании, то я могу смело предположить, что за этим стоит кто-то иной. Но из-за недостатка информации я не могу даже предположить, кто. Также я могу сделать предположение по поводу того, от кого мы будем обороняться при помощи механики рисования. Возможно, она принадлежит кошке Соня. На рендере видно, что ее платье чем-то запачкано. Я не могу сказать точно, чем именно, но может краской. Этим и обусловлено мое предположение. Что ж, думаю, надо заканчивать. Пишите свои предположения по поводу игры в комментариях. Подписывайтесь на разработчика игры по ссылке в описании. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось видео. Скоро увидимся в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok